В этом году наша область отмечает 75-летие. Юбилей Великой Победы над фашистскими захватчиками отметили в прошлом году, а наша школа в прошлом году отметила 70-летний юбилей. Здравствуйте! Можно, проходите на полочке, возьмите. Мы изучили данные в Зеленоградском краеведческом музее, районной библиотеки о боях в Сосновке. А вот это, смотрите, ребята, читаем. Бой, да, описан бой при нашей школе. Ребята в ходе исследования нашли новые данные о герое Михаиле Васильеве, штурмовавшим Блидау и даже его завет потомкам. Дорогие ребята, обращаюсь к вам и прошу никогда не забывать то, что сделай и перевод великой отчественной войны вашей отца и детства. Изучайте героическое прошлое нашего народа и героических подвигах советских воинов. Воспитывайте себя в духе беззаветной преданности своей Родине. Вырастайте достойными гражданами нашей страны. Михаил Васильевич Васильев. Также провели ребята поиск героев на сайтах «Подвиг народа», «Дорогами победы». Нашли материалы капитане Васильеве Михаиле Васильевиче 1922 года рождения, награжденном за взятие Блидау орденом Александра Невского. Он был командиром 2-го стрелкового батальона 114-го стрелкового полка 325-й стрелковой дивизии. Один из ветеранов, участвующий в боях за Зеленоградск и Сосновку, Дмитрий Васильевич Ионов, написал книгу, это было в 1945-м, которая есть в школьной библиотеке. В ней описан подвиг капитана Васильева Михаила Васильевича. Обучающиеся школы предоставили новые сведения, карту боевого пути, приказы о наградах на сайт «Подвиг народа». Мы с Тим История Отечества. Был создан проект памятной тоски. Наш проект – это только страничка в истории области. Главное, что ее пишут наши дети, новое поколение. Мы любим свой страх. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова